О чартованных рейсах в бюджете региона, кадровом резерве и других актуальных для жителей региона вопросах шла речь на расширенном совещании под руководством в Рио-губернатора. Заместители главы региона, руководители окружных профильных департаментов, администрации города и Заполярного района отчитались о положении дел на подвесных им территориях и учреждениях. За минувшие две недели в региональную казну поступило 120 миллионов рублей. Львиную долю, 86 миллионов, составил НДФЛ. Расходы обошлись бюджету в 799 миллионов. Из них порядка 426 миллионов рублей было направлено в качестве субсидий бюджетным учреждениям образования и здравоохранения. 170 миллионов на социальные выплаты. Субсидии юридическим лицам превысили 28 миллионов рублей. 10 миллионов – это недополученные доходы в рамках регулирования цен по коммунальным услугам, чуть больше 9 субсидий по продукции оленеводства, 4 миллиона 700 тысяч перечислено на подготовку судов к навигации, 2 миллиона 900 – пассажирские перевозки наземным транспортом, миллион 400 – это хлеб. Как отметила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко, госдолг на сегодняшний день составляет 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Еще один вопрос, который обсудили сегодня на расширенном совещании при главе региона – участие некоммерческого сектора в конкурсе на получение президентского гранта. По словам руководителя департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям НАУ Павла Рахмелевича, в этом году от округа в конкурсе планирует участвовать 11 НКО. Глава региона, в свою очередь, поручил оказать содействие соискателям. О том, как обстоят дела со стройками и транспортным сообщением, главе региона доложил исполняющий обязанности руководителя окружного профильного департамента Александр Лидер. По его словам, сейчас ведется работа по организации нового автобусного маршрута, который соединит поселок Искателей и аэропорт Наринмара. Запустить его планируют с 1 сентября. Также департамент прорабатывает возможность введения чартерных рейсов из Наринмара в Москву. На сегодняшний день у нас есть четыре предложения. Это фирма «Азимут» на «Сухой Суперджет-100», «Ижавиа Як-42», «Саравиа Ан-148» и «Камеа Транс» на «Эмбрая-145». Ждем от них коммерческие предложения. С учетом того, что подорожал керосин, мы пытаемся привести к какой-то приемлемой цене. Я думаю, что в ближайшие две недели будет уже конечный результат. И заключение соглашения будет, как в прошлом году, через авиатряд, с дальнейшим погашением задолженности авиатряда. Первый заместитель губернатора Ненецкого округа Юрий Мурадов рассказал о том, как проходит конкурс по формированию кадрового резерва администрации округа. Первый этап конкурса уже завершен. На подходе – второй этап. Всего поступило 155 заявлений от 82 граждан. Это много. Некоторые подавались на несколько конкурсов сразу. Поэтому кадровый резерв мы планируем, что существенно пополнится. В завершение оперативного совещания глава региона поручил руководству окружного профильного департамента организовать встречу с охотниками региона, чтобы определить сроки весенней охоты и провести круглый стол с оленеводами. На 29 марта запланирован круглый стол по вопросам рыболовства.